МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа «Второе дыхание» – программа о спорте, спортсменах и спортивном образе жизни. Сегодня вы увидите... Упал, отжался, отличился. Нормативы ГТО снова в моде. Лучшие друзья девушек – это бриллианты. Лучшие друзья юноши – турники и брусья. Рязанские ОМОНовцы превзошли полицейских и дорожных инспекторов на соревнованиях по стрельбе и стабильного оружия. На прошлых выходных между Солочинскими детскими лагерями состоялась очередная физкультурная спартакиада. Участвовали в этих играх в том числе и воспитанники рязанских спортшкол, которые проводят свои летние каникулы в тренировочных лагерях. Однако в спартакиаде среди детских лагерей, как и положено, победила дружба. В Солочинском лагере смены состоялась летняя спартакиада среди детских лагерей. В программу физкультурно-спортивного праздника вошли веселые старты, футбол, пионербол, а также выступления женских групп поддержек. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Кстати, детский лагерь смена носит свое название не случайно. Здесь во время летних каникул тренируются воспитанники сразу нескольких рязанских спортшкол. Причем, если верить наставникам, занимаются ребята по усиленной программе. Во-первых, беговую выносливость мы тренируем, потом силовую выносливость мы тренируем, ну и в то же время координация, футбол, командный вид спорта, который сплачивает коллектив. У нас вид спорта отличается тем, что у нас можно менять род деятельности. В течение всего года мы занимаемся конкретно борьбой, а вот в лагере мы играем и в футбол, и в баскетбол, и чтобы сменить род деятельности, отдыхать от борьбы, но в то же время тренировать себя. Один месяц пребывания тут стоит, наверное, трех месяцев работы в Рязани в течение года, потому что здесь у нас, во-первых, режим трехразовой тренировки. Все это в дальнейшем, надеюсь, вылезет в победы на соревнованиях. Еще одним важным шагом в укреплении здоровья подростков станет и внедрение в школьную программу по физкультуре подзабытых советских времен в норм ГТО. И на уроках учителя будут тренировать своих воспитанников базовым, но необходимым для тонуса мышц, упражнениям. Всесоюзный спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», сокращенно ГТО, считает датой своего рождения 11 марта 1931 года. Такое название получила единая программа физкультурной подготовки, внедренная сразу во всех общеобразовательных, профессиональных и спортивных организациях СССР. Поскольку внедрение физкультурного комплекса проходило практически повсеместно и массово, вскоре ГТО превратился в основу системы патриотического воспитания советской молодежи. Впрочем, не только молодежи, поскольку в нем могли участвовать все желающие от 6 до 60 лет. Смысл ГТО – всестороннее физическое развитие человека, укрепление и сохранение его здоровья, подготовка к высокопроизводительному труду и защите Родины, формирование духовного и морального облика человека. Физкультурный комплекс ГТО включал бег, прыжки, метание гранаты, плавание, лыжные гонки, стрельбу и прочие спортивные виды, научно-практические сведения по физической культуре и спорту, правила, умения и навыки в области гражданской обороны. Сдавшие нормативы получали соответствующие значки в качестве награды. А те, кто выполнял нормативы на протяжении многих лет, становились обладателями почетного значка ГТО. Новую систему ГТО-2014, эти незаслуженно позабытые в свое время, планируются и сделать практически пожизненной для человека. А по всей стране намечено развернуть сеть центров тестирования, где человек сможет пройти испытания. В марте сегодняшнего года президент России Владимир Путин подписал закон о введении нормативов ГТО в школах. Вот сегодня мы находимся в спортивном зале и пришли к нашему тренеру, к действующему спортсмену Виталию Бурову. Принесли ему, собственно говоря, эти нормативы, причем нормативы для мужчин от 18 до 29 лет. И сейчас, собственно, да, будем убеждаться, насколько все это выполнимо, невыполнимо, насколько тяжело, либо легко окажется нашему спортсмену сдать все эти нормативы. Вот, Виталь, ты вот бумаги, так сказать, у тебя... Да, я уже поразил, посмотрел. Непростые бумаги, это вот именно как раз есть нормативы. Вот что ты можешь нам сказать, как тренер по фитнесу, как любитель фитнеса, так и любитель физкультуры. Вот упражнение включает в себя развитие человека во всех аспектах. И на выносливости, на силу, на гибкость, на быстроту. Потому что здесь и спринтерский бег, и бег на длинную дистанцию есть, прыжок с места. В общем, чтобы сдать этот норматив, да, не то, что даже на золото, а даже, допустим, на бронзовый значок, просто так без подготовки, ну, это сделать тяжело будет очень, потому что слишком разносторонние тесты. Впрочем, во время тренировки довольно быстро выяснилось, чтобы сдать все 10 тестов физкультурного комплекса, одних лишь занятий в тренажерном зале недостаточно. Здесь, конечно, можно подготовиться к подтягиваниям, либо к прыжкам с места и разбега. Однако специальные упражнения, такие как плавание, стрельба из пневматической винтовки, беговые или лыжные кроссы, придется тренировать в других залах и на улице. В зале можно подготовить только сердечно-сосудистую систему. То есть дыхание можно подготовить тому, что к нагрузке. Но мышцы ног у вас, вы не сможете подготовить здесь. Ну и, безусловно, стремление получить сверкающий значок физкультурного комплекса ГТО-2014 придаст мотивации многим молодым людям. Всегда, когда есть какое-то стремление, какая-то цель, всегда заниматься интереснее. Не просто ты приходишь на скульптуру в школе, и там у тебя, сегодня, ребята, мы бежим 60 метров, и все. А тут ты стремишься к значку, хоть какое-то отличие. Все равно, когда есть какое-то соревнование, какая-то нотка, человек всегда стремится лучше, и лучше у него выполнение ситуации. Ну а учитывая то, что все это будет выводиться, начиная с ранней школы, как считаешь, в будущем наше поколение, будущее, оно будет более спортивным, более здоровым? Ну я одобрю такую политику нашего государства. Да, это интересно, это здорово. Хорошо, что мы готовились к тому, что у нас было в советские времена. Дети, выполняя, сдавая значки, будут себя раскрывать в каких-то областях спорта. Это может быть и легкая атлетика, и тяжелая атлетика, и плавание, стрельба. То есть, и как бы грамотные преподатели физкультуры уже будут знать, куда человека направить, и посоветовать, какую секцию он может сходить потом. Ну а для того, чтобы всегда быть в форме, не будем терять ни минуты и заниматься спортом при любом удобном случае. Ну а чтобы не допускать дилетантских ошибок, воспользуемся советами профессионального спортсмена. На этот раз нам, как кажется, актуальным будет уличная тренировка. Пока еще на улице температура, в принципе, достаточно теплая, можно заниматься и на улице. Вот что можно делать на улице, какие инвентарь, может, какой-то нужно, какие упражнения будем сегодня делать, вот расскажем подробнее. На сегодняшней тренировке у нас будет два снаряда – турник и брусья. У нас они совмещены вместе в одном тренажере. Будем, получается, как бы из этих двух снарядов мы проработаем спину, плечи, руки и пресс. На пресс покачаем. Как бы в прошлой программе мы работали с прессом лежа на полу, на коврике, и сейчас мы поработаем в висе, вот, и в упоре. Начнем. И, наверное, сегодняшняя тренировка, она больше будет для мужчин, для мунашу, да, чем для девочек. Да, девочки сегодня оттуда. Да, то есть, получается, как бы турник в основном – это для мужской половины, вот, пресс. Девочки тоже могут делать, но это более сложный вариант, чем в предыдущей версии нашей программы был. Но мы тоже не слабаки. А мы сейчас это и проверим. Итак, начнем. Первое упражнение. Подтягивания. На турнике можно добиться подтягивания нескольких вариантов, можно сделать, то есть, несколько вариантов подтягивания. Допустим, в зависимости от ширины хвата, то есть, мы либо возьмемся более узким положением руки, либо возьмемся широко. При широком положении больше, как бы нагрузка на спину больше, чем на руки, а при узком – с точностью наоборот, нагружаются больше руки у нас. Вот. Также эти оба, эти варианта подтягиваний можно усложнить подтягиванием, когда у нас перегладина оказывается за головой. То есть, это вот такое упражнение. Вот. То есть, соответственно, когда мы подтягиваемся с перекладиной за голову, вот, акцент идет именно на широчайшие спины, на нижний отдел. В первую очередь, это считается базовым упражнением для мышц спины. То есть, как бы, в любой тренировке, на спину, как бы, любой бодибилдер, любой спортсмен знает, что красивая спина – это обязательно подтягивания должны включаться в работу. Следующее упражнение – отжимания на брусьях у нас. В работе, у нас в работе участвуют мышцы трицепса, грудные мышцы и также мышцы спины. В зависимости от того, каким хватом мы беремся, то есть, как широко руки у нас находятся, нагружаются либо больше одни мышцы, либо другие. То есть, у нас, допустим, брусья универсальная. Я покажу два варианта отжиманий. Отжимания, когда руки находятся узко между собой. В этом положении больше нагружается мышца трицепса, задняя мышца рука, разгибающая руки. И правильное отжимание – это примерно до 90 градусов, то есть, рука опускается до угла в 90 градусов в локте и поднимается. При положении рук, когда у нас руки находятся широко, это во дворах такие бывают, брусья широкие, бывают узкие, при широком положении больше нагружаются мышцы груди. Но руки также работают по-прежнему у нас. Используя оба этих снаряда, мы можем еще попутно задействовать мышцы пресса двумя упражнениями. Как бы я уже устал, я уже готовым показал, теперь Глеб покажет нам эти два упражнения. Я подробно объяснил. Принимаю положение виси на перекладине. Ножки носочками до перекладины. Да. Да. И плавненько, спокойненько опускаешь их вниз, не раскачиваясь стараясь. Это вообще одно из лучших упражнений для пресса, для прокачивания, очень эффективное. А еще какое-то упражнение? Нет, просто у нас на улице не будет вот этой подушки, спиной мы не будем облокачиваться. У нас получится пресс, скачание только вот ты встанешь прямо в упор на брусьях и будешь поднимать ноги. Ну что, а ты на девочках покажешь на брусьях? А ты сможешь? А что надо делать? Я туда просто не дотягиваюсь. Нет, а сделать тебе придется. Вот ты приняла это положение. Ну и что, наверное. Да, оно не простое упражнение. И оно не простое именно тем, что мы еще в это время стоим на руках, держимся. Подытоживая всю нашу сегодняшнюю тренировку и вообще, в принципе, наш курс видео-лекции по занятию спортом, хочу подчеркнуть, что суть накачивания мышечной массы и становления их хорошей физической формы – это все должно делаться еще в добавок с хорошим питанием. А в завершении программы, как всегда, обзор спортивных событий этой недели. Рязанские ОМОНовцы превзошли полицейских и инспекторов ДПС на соревнованиях по стрельбе из стабильного оружия. Соревнования прошли в рамках традиционной спорта ГИАДы ОМВД России по Рязанской области по служебно-прикладным видам спорта. В состязании приняли участие 22 команды, в состав которых вошли наиболее подготовленные полицейские. Спортсменам предстояло поразить мишень из автомата Калашникова и из 25 метров из пистолета Макарова. На каждом огневом рубеже спортсмену давалось 3 пристрелочных выстрела и 10 выстрелов на зачет. Борьба за призовые места была бескомпромиссной и напряженной, зачастую решающими для призеров были буквально 1-2 очка. В итоге в командном зачете победила команда ОМОН. Второе место заняла команда МВД города Рязани, третье – отдельного батальона ДПС у ГИБДД Рязанской области. В личном зачете по стрельбе из автомата победил сотрудник неведомственной охраны Михаил Цветков из пистолета, представитель управления по работе с личным составом регионального ОМВД Александр Беззубов. Рязанцы – серебряные призеры первенства чемпионата России по лыжи-роллерам. Соревнования проходили с 10 по 18 августа в Сочи. Участие в них приняли более 150 спортсменов из 20 регионов страны. По итогам первенства Рязанка Татьяна Чванова завоевала второе место среди юниорок в массовом старте на дистанции 21 километр. В составе сборной Центрального федерального округа спортсменка стала серебряным призером эстафетной гонки. На чемпионате России в составе сборной ЦП выступали двое представителей Рязанской области – Дмитрий Мысев и Иван Петрунин, которые также стали серебряными призерами эстафетной гонки. Все спортсмены тренируются под руководством заслуженного тренера России Сергея Александровича Пирогова в специализированной детско-юношеской спортивной школе Олимпийского резерва «Вымпел» города Рязани. И традиционно в августе в Рязани прошел фестиваль воздухоплавания «Небо России». В этом году на фестиваль приехали около 30 экипажей, в том числе прославленные и титулованные спортсмены из различных городов Центральной России. По программе спортивные полеты аэростатов проходили ранним утром с 6 до 9, а также вечером с половины седьмого. Стартовали воздушные шары из пойма реки Павловки, то есть практически из центра Рязани. И были они не только классической формы, но и несколько нестандартных и даже причудливых видов. Помимо спортивной составляющей была запланирована и осуществлена и большая культурная программа. 15 августа в пойме Павловки позади крупных торговых центров состоялся концерт, лазерное шоу и даже ночное свечение воздушных шаров. А любой желающий смог подняться в воздух и посмотреть на Рязань с высоты птичьего полета. Для этого были подготовлены два аэростата. И на этом на сегодня все. Будьте здоровыми и спортивными, пусть всегда у вас открывается второе дыхание. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин